Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видеоролике я хотел бы с вами поговорить о проблеме девятого поколения консолей. Да, я прекрасно понимаю, что озвученная проблема, скорее всего, крайне очевидна, но из-за этой проблемы, к моему сожалению, образуются и другие проблемы, которые очень сильно влияют на нераскрытие потенциала девятого поколения консолей. Но прежде чем мы начнем, я хотел бы поблагодарить всех тех, кто не прошел мимо той беды, которая случилась с моей троюродной сестрой. Хочу сказать огромное спасибо всем за материальную помощь, за моральную, потому что даже моральная помощь в такой ситуации, она была очень важна. Также хочу сказать спасибо всем тем каналам, которые помогли осветить данную ситуацию, сделали репост и поддержали как морально, так и материально. Спасибо вам, ребят, я вас укажу в описаниях, спасибо. Если что, при помощи вас всех Полину все-таки отвезли в Москву и сделали уже как две операции по вычищению вот этих всяких болячек. В общем, радует то, что ее хотя бы взяли восстанавливать, а не просто кинули там, не оставили дома и так далее. Вот, конечно, ей предстоит, скорее всего, долгий и тяжелый путь, потому что будет еще операция по вычищению всех вот этих болячек, по восстановлению. Но я очень надеюсь, что данная ситуация, она закончится хорошо. И вся вот эта вот помощь, да, как морально, как материально, она не будет зря. Поэтому держим кулачки и надеемся, что все будет хорошо. Еще раз вам огромное спасибо. Начну с того, что девятое поколение консоли вышло уже почти год назад. Год. Понимаете, как быстро летит время, да? Но за этот срок, по моему мнению, данные консоли явно не раскрыли свой потенциал от слова вообще. Ну а также не показали ничего поистине удивительного и интересного. Да, абсолютно все мы помним громкие слова про новый экспериенс вот как и нового геймпада Xbox, а также про супер мощный Терафлопс от Фила Спенсера. Также помним целую презентацию про то, какой офигенный SSD, который позволит сделать супер-мега какой-то бесшовный игровой мир. И все это нам говорил любитель паркура. Но лично я какого-то нереального прорыва, признаться, не заметил вообще. Либо я ожидал от обещания нечто грандиозного, как это было чутка в восьмом поколении. Пожалуй, это, наверное, личная моя проблема. Либо я стал старше и меня не так легко удивить. Ну а либо игровая индустрия реально стала топтаться на месте и перестала показывать что-то новое и удивительное, но зато стала использовать маркетинг на полную катушку. К сожалению, я не знаю точного ответа на этот вопрос. Кстати, попрошу вас в комментариях написать ваше мнение по этому поводу. Как для вас девятое поколение и сумели ли вы прочувствовать NextGen? Вот такой вот вам вопрос. Несмотря на все это, у меня лично все еще осталось чувство надежды на то, что всему этому виной дефицит. Да, эта проблема не такая простая, как кажется на первый взгляд. Для многих это всего лишь отсутствие возможности приобрести новую консоль с полок магазина, но по факту эта проблема больше, чем вы думаете. Кстати, если вы вдруг ищите еще новые консоли, то рекомендую Е-каталог. В нем вы можете почитать технические характеристики, можете глянуть самые выгодные предложения, но самое главное, где консоль можно найти вообще. Также здесь вы можете ознакомиться с отзывами ребят и почитать, что кому понравилось, а что нет. Можете сравнить консоли между собой, чтобы точно определиться, ну а также посмотреть динамику цен. Если вы вдруг из Казахстана, то Е-каталог работает теперь и там, поэтому если ты ищешь консоли нового поколения или же прочую электронную технику, то используй Е-каталог. Если с приобретением еще как-то можно решить проблему, ну для тех, кто очень сильно хочет новые консоли, то вот проблема раскрытия потенциала на самом деле может идти очень и очень долго. Лично я в этом всем вижу такую глобальную цепочку проблем. Из-за дефицита компании не могут продать максимальное число тех или иных консолей. В это же время создатели игры просто не заинтересованы выпускать игры только под Next Gen. Поскольку просто представьте, сколько потенциальных игроков, которые не имеют PlayStation 5 или там Xbox Series X, не купят ту или иную игру. И в цифрах на самом деле сравнения очень большие. Если плойка 4, если не ошибаюсь, преодолела отметку в 112 миллионов проданных консолей, то та же PlayStation 5 преодолела отметку всего лишь в 10 миллионов консолей. И на мой взгляд разница все-таки существенна. И по моему мнению, именно из-за этого тот же Resident Evil Village или другие проекты все-таки вышли на восьмое поколение, хотя якобы не планировались. Поэтому, знаете, поддержка старого поколения тут более чем очевидна. Ну а пока идет поддержка старого поколения, на мой взгляд ни о каких супер-мега-крутых проектах говорить не стоит. Кстати, именно из-за отсутствия игр только под Next Gen, я считаю, что в новом поколении не так много смысла, как хотелось бы на данный момент. Да, я прекрасно понимаю, что и на восьмое поколение консоли можно показать отличную картинку, ну если, конечно, захотеть и нормально оптимизировать. Конечно, она будет не в таком хорошем разрешении, но все же можно, ибо взгляните на того же паука Майлза Моральза. Сомнения в этом сразу отпадут, ибо даже на PlayStation 4 она выглядит очень-очень неплохо. Не знаю, как вам, но мне девятое поколение пока кажется очень-очень слабым, и, наверное, не особо интересно в плане контента. Да, консоли мощные, очень хорошо сделаны технически, поскольку они мало имеют каких-то поломок, но мы на них все еще играем в старые игры. Я прекрасно понимаю, что игры не так быстро делаются, все впереди, якобы разработка дорожает и тому подобная тема, но, на мой взгляд, тут еще вина самого рынка. Сейчас почти все нацелены на то, чтобы как можно меньше потратить на игру, и как можно больше ее продать, или же сделать какую-то условно бесплатную игру и выкачивать с людей донат. Ну, подталкивая их понемногу покупать какие-нибудь сезоны, скины и так далее. Кстати, вот эта вот политика бесплатная игра, на самом деле она немного изменяет отношение игроков к играм. Если вы почитаете комменты в сети, то вы поймете, что большинство за игры не хочет платить. И если какая-то игра выходит за даром, к примеру, там, за подписку, какая бы она ни была, с плохим графоном или, там, с плохим чувством игры, скорее всего, она многим понравится, поскольку она далась им на халяву. И когда дается что-то на халяву, хейтить это не особо хочется, ибо отсюда исходит такая логика. А что ты хотел? Она ведь бесплатная, по подписке сойдет. Соответственно, в этом плане выиграют либо проекты фри-то-плей, либо же подписочная система, потому что это выгодно и игрокам, и компаниям. Если же в восьмом поколении мы не раз видели попытки удивить игрока количеством врагов на карте, каким-то реалистичным графоном, масштабом, может быть, каким-то геймплейным разнообразием, то в девятом поколении пока такого не наблюдалось. Нет, конечно, нам напоминает про 120 фпс, про то, что будущая часть или проект является самой масштабной той или иной студии, или части серии, но эта масштабность чаще всего вау-эффекта не дает. И признаться, я думал, что в девятом поколении консолей мы уже не увидим всяких переизданий, именно ремастеров, но я ошибался. Их даже, знаете, стало как будто больше. Кстати, почему я думал, что переизданий не будет? Есть обратная совместимость, и, соответственно, если ты хочешь поиграть в старую игру, я думал, что люди будут покупать старую игру и запускать их по обратке. Но тенденция более высококачественных текстур, видимо, всех радует, и игроки платят за это и кайфуют. Ну а раз это пользуется спросом, то это, в принципе, должно продолжаться, видимо. Еще один из факторов, который меня немного настораживает и ставит в недоумение, так это трассировка лучей. До выхода консолей это была чуть ли не одна из таких интересных характеристик, но в итоге получается, что многие там ААА проекты попросту не имеют на консолях трассировки. Да, я понимаю, что в некоторых проектах она есть, но по большему счету она все-таки выглядит не очень, но сам факт ситуации, лично мне, он немножко непонятен. Вроде начало поколения, все должно быть, наверное, как-то красивенько, ну хотя бы в начале, а в итоге, что обещали, либо не работает, либо работает криво. Вот как-то так. Честно, в девятом поколении, на мой взгляд, пока не выходила игры, которая лично меня заставила бы каждый вечер кайфовать и возвращаться в консоль снова и снова. Да, есть новенькие проекты, есть всякие сессионки, выйдут и новые игры, но честно, как-то в последнее время реально холодно ко всему этому. Я, конечно, не знаю, найду ли я этим видосом тех, кто будет согласен с моим мнением, кто такой же точки зрения, как и я, но если вам нравится нынешняя тенденция и вы от нее реально кайфуете, то хочу сказать, что вы самый счастливый человек, и значит, рынок, в принципе, идет в правильном направлении. Конечно, это всего лишь начало нового поколения, по крайней мере, я надеюсь в это, и надеюсь, что они проживут как минимум лет еще пять, и надеюсь, что за этот срок все-таки выйдут проекты, немало проектов, которые зажгут новый огонек у таких игроков, как я. Честно, я даже, наверное, немного завидую тем, кто только-только знакомится с играми, с консолями, для них это все в дикоинку, там проходят самые культовые проекты и просто получают от этого удовольствие. Я же в это время, наверное, просто буду продолжать играть в те игры, которые хотел пройти когда-то, и буду ждать чего-то нового, и просто буду надеяться, что какой-то проект меня действительно заинтересует. На этом, в принципе, все. Большое спасибо за просмотр. Если видос вам понравился, ставьте лайки, обязательно пишите свое мнение, ну а также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать следующие ролики. Спасибо за просмотр, друзья, и до новых встреч.